У нас в Афинах, я напомню, что он... Мы ему этого простить не можем. Да, простить мы ему не можем, но отдать должное обязанное. Он высокий мастер, да, великолепный боксер. Дело в том, что он в полуфинале победил двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Не, Александр, ну чего он там победил? В равном поединке? В равном поединке, в равном, абсолютно равном, победил. Такое ощущение, что он как победит. На самом деле, можно было отдать и в ту сторону, и в другую сторону. Вы знаете, можно отдать, мы тут видим, можно отдать вообще кому угодно. Можно зрителям отдать. Но, на мой взгляд, я видел этот бой, комментирую. Я совершенно с вами согласен, что преимущество у Артаева было небольшое, но оно было. Если честно, было. Ну вот, мы же с вами честные люди. Честно было, небольшое оно было. Давайте, не буду, Александр, я сейчас, но хотел продолжить. Ну, да. Ну, да. Вот, нет, Олег Саитов, выдающийся, великий боксер. По-моему, сколько было скептиков, да, насчет Саитова каждый раз. Перед каждой Олимпиадой говорили, не, ну, теперь-то он ничего не покажет. Показывал, показывал, доказывал, доказывал, да. Свою правоту доказал, вот, ну, просто третья Олимпиада. Его гениальность в том, что этот спор никто не может разгадать, в чем его секрет. Вот почему? Как он побеждал. Как он был, вот, расскажите мне. Никто не может сказать. Ну, когда он был в хорошей форме, да, это было такое удовольствие смотреть, как он раздергивал соперника. Побеждал его. Ну, а у нас сейчас будет бой весовой категории до 75 килограммов. За Казахстан выступает Деназий Головкин, кстати, чемпион мира 2003 года. И серебряный призер. Гайдарбеков прорывал. Да, Олимпиады в Афинах прорывал Гайдарбеку Гайдарбекову. Очень мне нравится Головкин, вы знаете, я давно на него смотрю, и все у него есть. И техника, и тактика, и удары, и вы знаете, что это... Одну секундочку я представлю соперника Головкина, набил Кастел, Алжир. Ну, и... Вот он справа на ваших экранах, левша. И не вижу я большого желания как-то боксировать у него. А просто ему Головки ничего не дает делать. Он идет на него, прижимает канатом, но сам вроде не наносит удары, просто вот так, знаете, пускает его на себя, его удары. Удар африканцев не достигает цели, он выдергивает, выдергивает. Он как будто он щупающий удар, он не пьет, а вот... Как будто ему заказание очки дают, он так надеется. Да, ну, тут мило не затянется. Очередной коротенький бой. Вы знаете, очень чувствительный боксер Головкин, очень чувствительный. Прям вот доля миллиметра все ощущает. Иногда видимость удара, что африканцев наносит удар, он не достает. На самом деле, вот посмотрите, на самом деле миллиметр не достает он до... до подбородка Головкин. Мне тоже очень нравятся Головкин, очень нравятся. И я очень хорошо помню, как он дрался на чемпионате мира в Бангкоке в 2003 году. И тем больше заслуга Гайдарбекова, который на Олимпиаде провел великолепный бой с ним. Да, выиграл в финале, конечно. Смотрите, смотрите, как здорово. Как психологично разобрался, не хватило времени. Но как разобрался, просто не напрягаясь, протаскал он по углам. Африканцев забил уже, понимая то, что не попадет. Ну, очень приятно смотреть на Головкин. Очень сильный бассейн. Да, в хорошей форме. Бой, конечно, бой назад сложный. И в спарринге, в спарринге, да, это просто... Вот могу сказать на 100%. Вот сейчас секунданская заканчивая бой. То есть все закончено. И я думаю, что один-два взрыва, и на этот все закончится. Смотрите, ощущение. Смотрите, не бьет, чувствует, да? Как чувствует Коперик. Гораз показал. Не бьет же, показал. Я разговаривал с Головкиным, с Головкиным в Санкт-Петербурге. Был турнир, он приезжал туда, не боксировал. А в Гомбет турнир. И, значит, говорили про будущую Олимпиаду. И там, когда на турнире выиграл Царюк, он говорит, Головкин мне сказал, ну-ка, рука-то не такой сильный соперник. На что я у Головкину сказал, не дамся мне соврать. Выйдет Гейтарбеков, тебе оторвёт голову. Надо, чтобы уготал. Ну, посмеялась после этого. Я не знаю, слышат ли, тут опять очередной очень темпераментный болельщик. Арабских боксёров из команды Африки. Вот Головкин заставляет нам удовольствие. Мне кажется, он не хочет заканчивать бокс. Вот этот бой раньше времени. Надо полюбоваться, посмотреть на точные движения. Смотрите, как просто своё удовольствие. Да, уходят. И что вы говорите по поводу кубинца? Что кубинцы уклоняются или играют, что они там эластичные, лёгкие, подвижные. А все не уклоняются. Уклоняются. Нет, а Головкин. Вот, сейчас показали это. А Головкин разве делает хуже это? Головкин делает по-своему, да? По-своему, да? По-своему, совершенно. Он не так делает. По-моему, вот Кассова требует, чтобы он дрался. А он не хочет. Ну, получится навстречу, раз хочется. Так, незаметник, раз, и ударил слева сбоку. Головкин. Ну, опять-таки, он почти развлекается. Вот. Не напрягается. На правой прямой просто взял, а ещё раз. Вот зацепил слева, справа он легче, арабский лапсёр. Ну, что, второй раунд закончился. Просто какой-то марафонский бой у нас сегодня. Я вот заметил, Головкин иногда бьёт справа, подходит. Вот настолько уверенно, что и остаётся после удара. Это опасная вещь. Вот, когда Головкин ударит, и останется. Ну, видимо, соперник нельзя раздобляться. Да, я абсолютно с вами согласен. А вот товарищ, который всё равно приветствует и поддерживает представителей африканской команды. Вот, правый прямой, отлично, провёл Головкин. Касселло, а, ударение на последнем итоге. Вот, тут уже завёлся. Болельщик главный, но бой-то вот закончится сейчас. Тяжелые удары, Головкин, а только они не точно ложатся. Вы знаете, мы сандра не точь, там бьёт выше. Ну, сейчас тяжёлые удары. Сейчас неплохо, всё, всё. Вот и всё, бой закончился. А сколько раздалились ребята, дали бы побоксировать ещё, Александр? И тут темпераментный, вот, и там ещё помощник пришёл, вот, к Алзырскому болельщику. И вместе они, когда бой был остановлен, такой, что-то спели вроде «ага-ага-ага». Это что за чай, что-либо? Отдали победу? Ну, что бой, жалко им было, что я. Я бы радовался. А то парня перепал, в общем, весьма славно. А ну, смотрите, Головкин, да? Он даже не продышался, по-моему, так, с долгом. Итак, победил Геннадий Головкин. 8-0 в пользу сборной Казахстана. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...